Доброе утро! На ваш фестиваль задали вопрос и к нам пришли правильные ответы. Итак, сначала я вам хочу задать этот вопрос. Из какой? Из чего? Из чего делаются краски Холли? Ну вы наверняка знаете. Мы предлагали три варианта ответа из муки, из песка или из сахара. Краски делаются из кукурузной муки. Правильный ответ. Друзья, и у нас здесь номера телефонов тех, кто прислал этот правильный ответ. Мы доверяем вам. Екатерина, мы вас попросим сначала покрутить немножечко барабан, чтобы нас ни в коем случае не заподозрили. Так, и вот достать теперь какой-нибудь номерок и передать Дмитрию. А я пока буду показывать, какие пригласительные билеты. Итак, первая пара билетов достается человеку, чей номер заканчивается на 2363. Друзья, сегодня наши редакторы с вами свяжутся, и вы обязательно получите билеты. Вот эти вот замечательные билеты. Ну что, еще одна пара у нас есть билетов, так что, Екатерина, крутите. Итак, кому уже достается еще одна пара билетов, два пригласительных? Сейчас я об этом расскажу. Получает человек, у которого номер заканчивается на 2615. Ну что ж, мы вас поздравляем, что редакторы с вами свяжутся, но мы продолжим разговор. Екатерина, раз уж речь зашла у нас о красках, расскажите, что в них входит помимо муки. И давайте мы уберем уже барабан. Давайте. Так. А там эти красочные краски. Так. Кроме муки, что там еще? В состав краски, кроме муки, входят натуральные красители. Это, например, куркума, сандаловое дерево. А как достигается такая яркость? Вот желтая краска, из чего она делается? Вы знаете? Ну да, то есть сейчас добавляются также пищевые красители, чтобы это было максимально ярко и максимально зрелищно. Ну то есть они безопасны, да? Конечно. Вот после праздника все участники будут с ног до головы, конечно же, в этой краске. Она вообще легко отмывается? Давайте на берегу. На берегу, то есть в основном краска отмывается легко, но есть, допустим, темно-зеленый оттенок, который не так просто смыть. Вот, кстати, правда, в прошлом году по городу ходили зеленые люди. Зеленый человечек. Да, 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 потому что зеленый, видимо, плохо смывается. Но в любом случае нужно, я так понимаю, надевать на себя одежду, которая вам не особо нужна, желательно какую-то светлую, чтобы ее потом можно было легко уже выкинуть, чтобы ее не стирать. Желательно светлую? Ну, чтобы было ярко и видно. Ну да, лучше взять либо белую одежду, либо кислотных цветов, чтобы сочетаться с духом праздника, да, и тогда это будет наиболее зрелищно. А если краска попадает в глаза, вот эта мука, какая реакция может быть? Ну, это кукурузная мука, то есть она легко промывается и никаких аллергических реакций не вызывает. Но в глаз сыпать не стоит. Специально килограммами не стоит. Понятно. Ну вот фестиваль красок холи – это традиционное для Индии событие. Может быть, расскажете нам про историю этого праздника? В Индии фестиваль холи, он соответствует нашей масленице. То есть они там таким образом провожают зиму и встречают весну. То есть тоже сжигают чучела зимы. Да. И на второй день празднования они как раз обсыпаются этими красками. Почему вообще принято, откуда это взялось, принято вот именно бросаться этими красками? Именно красками, да. Не просто принести, предположим, тебе. Или нарисовать картину. Да, вот именно бросать. Что это символизирует? Кидание красками символизирует пожелание счастья. То есть если вы кого-то обильно обсыпали краской, значит, вы желаете этому человеку счастья в жизни. Вот в этом году будет около 6 тысяч участников в Екатеринбурге. Ну, по крайней мере, собирается. Сколько краски понадобится, чтобы никто там чистым не ушел? Какое-то количество. Мы уже привезли 3 тонны краски. Сумасли. А сколько ее вообще будет? Ну, скорее всего, так и будет 3 тонны, да. Около 3 тонны. Хорошо, значит, там будут не только вот эти красочные кидания, там еще будут музыкальные выступления. Кто будет хедлайнером, кого можно будет услышать? В этом году будет 2 сцены, и в том числе 1 сцена. Хедлайнер главной сцены у нас Найк Борзов и группа Экоплейс. А Нэт на сцене это коллектив волшебной мантры из Тюмени. А для тех, кто не хочет бросаться красками, я так понимаю, у вас будут самые различные мастер-классы. Чем можно будет заняться на фестивале? Будет танцы и современные, и классические индийские, и рисование гигантских полотен, там 5 на 5 метров, в том числе специями. Специями? Да. А разве специями можно рисовать? Ну вот мы это все и узнаем на фестивале Холли. Хорошо, какие еще сюрпризы ждут гостей праздника, что еще будет? Давайте напоследок и 28 числа собираемся. На фестивале будет, как уже сказала, 8 тематических зон для всех возрастов. Огромная детская зона с аттракционами и пиратами и всем чем угодно. И, конечно, мы разыгрываем главный приз, это путевку на Шри-Ланку среди всех участников фестиваля. А там что-то нужно будет сделать для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше или как? Нужно быть очень удачливым для вас. И прийти на фестиваль. Ну что ж, друзья, мы всех приглашаем. Уже в это воскресенье на стадионе «Юность» пройдет фестиваль красок Холли. Берите светлую одежду, хорошее настроение и приходите. Сейчас у нас впереди короткая реклама, а сразу после мы вернемся в студию, чтобы посмотреть видеообзор.